Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня у нас с вами план работы на июль на винограднике. Первое. Обработки. Совсем недавно мы провели обработку, только у нас все цвело. Стали завязываться ягодки, обработку мы провели. Дальше мы смотрим. Обработку планируем так. Стараемся максимально выгнать все наши растения до верхней проволоки. Понятно, что я говорю максимально, дорастут до нее не все. Но последняя крайняя точка по времени это конец июля, начало августа, чтобы у нас еще оставалось нормально времени до созревания урожая. Это будет обработка системными препаратами. Сейчас мы обрабатывали ридамил и топаз. Следующую обработку мы препараты меняем. Дальше наблюдаем по погоде, по состоянию кустов. И будем думать, надо ли нам что-то еще или нет. И смотреть выбор препаратов. Это будут либо народные средства, либо какие-то контактные препараты. Но если что-то из этого будет, я, конечно, обязательно буду вам рассказывать, что будет происходить на винограднике в плане обработок. Подкормки. До середины месяца мы можем еще подкармливать азотными удобрениями. Если мы кормим органикой, можно подкармливать даже до третьей недели июля. Особенно, если кусты нагрожены урожаем. Вот, например, как здесь. В иных случаях не надо, потому что скоро нашим кустам надо уже будет готовиться к зиме. Надо будет, чтобы у них вызревала лоза. Поэтому, если вдруг вам в таком случае захочется чем-то покормить, то лучше пройдитесь микроэлементами по листу. Если у вас молодые кусты, либо даже не молодые, но не нагруженные урожаем, сильно растущие, либо даже жирующие, как в этом случае. Я про жирующие кусты расскажу вам отдельно. Их мы уже не кормим совсем. И к концу месяца мы уже начинаем активно работать калием. Особенно по молодым растениям. Но по калию я вам тоже расскажу отдельно. Дальше мы проводим все зеленые операции. Это нормировка гроздями у тех кустов, где это необходимо. Ну, вот, например, я рассказывала, у меня зилга. Четыре грозди на ветку выдают. Куст старый, мощный. Здесь мы ничего проводить не будем. А вот, к примеру, молодой куст. Здесь, конечно, нормировку провести обязательно. Отдельное видео по нормировке гроздями есть. Я вам под видео оставлю ссылку. Но что хочется отметить. Нормировку гроздями вы можете проводить даже в несколько этапов. Часть гроздей удалили, где явно понятно, что их можно и нужно удалять дальше. Смотрите по состоянию, как лоза растет, если есть какая-то задержка в росте, приостановка. Я вам как-то рассказывала, показывала. То есть пока верхушка закручена, значит побег растет. Как только верхушка распрямляется, значит рост остановился. И если, например, вот смотрите, у нас такой большой-большой побег. Вот он почти до верха дорос. Здесь все хорошо. А вот побеги, вот они вроде бы и растут. Но видите, они маленькие. Маленькие и доросли только до серединки. Вот смотрите на примере этого куста. Вот тоже такой побег более-менее мощный. Здесь мы можем пока что оставить одну гроздь. Вот рядышком два поменьше. Хотя у них верхушки еще закручены. Видите, уже вот сравните у этого верхушку и у этого верхушку. Она уже пытается распрямиться. То есть на этих побегах можно удалить все грозди. Особенно если это у вас крупноплодный сорт. Дальше мы подвязываем по мере роста. Убираем пасынки. Про пасынкование тоже есть отдельное видео. При необходимости проводим чеканку. По чеканке тоже есть отдельное видео. Но кратенько скажу. Мы в наших условиях проводим чеканку. Только в том случае, когда лоза доросла до верхней проволоки. Не опираемся ни на время, ни на что. Все как только доросла, там убираем. Все остальные кусты растут как растут. На сегодня это все. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. В комментариях пишите свои мнения. Задавайте вопросы. Под видео ссылка на другие полезные ролики. Мои контакты и каталог наших сортов. В награды до новых встреч. Пока.